Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Сегодня состоялось первое заседание второго созыва парламента Западной Армении. Зуграб Натсаканян и гендиректор ЮНЕСКО обсудили совместные программы. Сбалансированная позиция Ирана по Нагорному Карабаху не изменилась. Макрон не будет выводить войска Франции и Сирии. Один из ключевых проектов в Роттердамском международном кинофестивале будет посвящен Сергею Параджанову «Река Чорох». Сегодня началась первая сессия второго созыва Национального собрания Западной Армении. Вновь избранные депутаты приняли участие в церемонии присяги. Им были вручены депутатские мандаты. Во время телемоста между Ереваном, Женевой и Бейрутом выступил президент Армен Акабрамян и представил доклад о сделанной работе в течение прошлых пяти лет. Затем, согласно повестке дня, был избран новый председатель Национального собрания, который также выступил с приветственной речью. Находящийся с рабочим визитом во Франции, исполняющий обязанности главы МИД Армении Зограб Мнацаканян 17 января встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. Как сообщили новости Армении, Ньюс АМ в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики в начале встречи Мнацаканян представил Азуле новоназначенного постоянного представителя Армении в ЮНЕСКО и по совместительству личного представителя премьер-министра Армении в Международной организации франкофонии Кристиана Терстепаняна, выразив при этом уверенность в том, что последний внесет свой значительный вклад в дело стимулирования сотрудничества между Арменией и ЮНЕСКО, а также притворения в жизнь совместных с организацией программ и инициатив. Исполняющий обязанности главы МИД также подтвердил приверженность Армении к активному вовлечению в работы ЮНЕСКО. Собеседники обменялись мнениями вокруг инициирования и реализации совместных программ по сохранению и восстановлению общечеловеческого культурного наследия, а также вопросов, касающихся сотрудничества и совместных программ ЮНЕСКО и МОФ. Руководитель Департамента оборонной политики Министерства обороны Республики Армения Ливон Айвазян принял военно в атташе посольства Исламской Республики Иран в Республике Армении Мехди Ведждани. Как сообщает Армен Пресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Министерства обороны Армении Артрун Ованисян. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений в оборонной сфере и предстоящие шаги. Стороны также коснулись состоявшегося 16 января визита начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, генерал-лейтенанта Мухаммада Багири в Азербайджан, а также смуссируемый в азербайджанской прессе озвученный им позиции по Нагорно-Карабахскому вопросу. Иранский военный атташе подтвердил многократно озвученную сбалансированную позицию Ирана в вопросе Нагорного Карабаха, подчеркнув, что эта позиция не изменилась, а представленная в средствах массовой информации, информация и различные комментарии искажают ее. Подчеркнув высокий уровень политических отношений между двумя странами, стороны выразили уверенность в том, что в ближайшем будущем будет много поводов, чтобы выразить свою официальную позицию по различным вопросам в ходе взаимных визитов на высоком уровне. Франция намерена сохранить свое военное присутствие в Сирии и Ираке. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, выступая перед военным в Тулузе. «Мы сохраним военное присутствие в Ливанте, Сирии и Ирак, под эгидой международной коалиции в 2019 году», заявил Макрон. Президент Франции подчеркнул также, что решение США о выводе войск из Сирии не означает отказа от борьбы против ИГИЛ. Одна из главных программ Роттердамского международного кинофестиваля в 2019 году «Храм кино» будет посвящена всемирно известному армянскому режиссеру Сергею Параджанову. Проект Параджанова был инициирован организаторами Роттердамского фестиваля, Национальным киноцентром Армении и британским независимым продюсером Даниэлем Бардом. Согласно веб-сайту фестиваля Даниэль Бард, специалист по реставрации представит восстановленные отрывки неиспользованных в основной редакции фильма «Цвет граната» 1969 года. Презентация запланирована в Армянско-апостольской церкви в Амстердаме, на полу которой будут показаны кадры Параджанова под музыку Тиграна Мансуляна. 25 и 29 января будет показан фильм «Окоп овнатанян». Река Чорох под другим названием Вох Акампис Эгур Фазис – одна из четырех главных рек Западной Армении, имеет длину около 400 километров. Берет свое начало с вершины Чормайри – хребта Чорох. До впадения Черное море образует глубокое ущелье и имеет большое значение в электроэнергии. Самый большой водопад на реке Тортум имеет высоту 40 метров. Чорох – одна из самых водных рек Западной Армении. На карте Армении соседние страны – Линча и Освальда под редакцией Абигяна. Можно прочесть о десятках армянских сел в бассейне Чорох. В этих селах проживающие армяне в основном исламизированы. В древние времена река использовалась для транспортировки грузов. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Заркниськ-Лау. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!